Способ возмещения затрат жителей Ненинского округа на поездки в отпуск определят в администрации региона. При этом увеличенный в прошлом году размер компенсации за льготную дорогу для бюджетников Ненинского округа будет сохранен. Как и возможность направлять на покупку билета для взрослого члена семьи с экономленной на детском билете средства. Изменение космоса возмещения затрат при поездке бюджетников на отдых за пределы России. Верховный суд Российской Федерации принял решение, в соответствии с которым норма оплаты проезда, а также оплаты стоимости провоза багажа к месту использования отпуска за пределами территории Российской Федерации и обратно признана противоречащей федеральному законодательству. Она была предусмотрена соответствующим положением администрации Ненинского автономного округа. Речь идет о той части нормативного документа, которая допускала возможность оплаты проезда, а также оплаты стоимости провоза багажа к месту использования отпуска за пределами территории Российской Федерации и обратно. Лишением Верховного суда власти региона лишены права оплачивать льготный проезд жителей округа на отдых за границу. 23 января Верховный суд Российской Федерации принял решение и признал несоответствующим законодательству Российской Федерации часть порядка по льготной дороге, которая предусматривает компенсацию затраты жителям округа в раз в два года. В связи с этим администрация округа, исполняя решение Верховного суда Российской Федерации, сейчас ведет работу по проведению в соответствии с законодательством и решением Верховного суда положение по льготной дороге. Как сообщили в аппарате администрации Ненинского округа, правовое управление сейчас готовит к рассмотрению изменения в постановлении администрации о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Изменения будут направлены на то, чтобы жители региона, у которых возникло право льготного проезда к месту отдыха и обратно, могли получить компенсацию как при поездках в пределах территории Российской Федерации, так и при проведении отдыха за пределами России. При этом компенсация проезда будет производиться до границы. Соответственно, основной акцент, который мы хотим сохранить, заключается в том, что денежная компенсация в 45 тысяч рублей будет сохранена. Соответственно, будет сохранена часть, которая идет по учету по семье. Мы понимаем, что детям билеты дешевле, и мы эту часть также сохраним. Также мы предусмотрим максимальные комфортные условия для того, чтобы сохранить максимальную сумму для получения компенсации. В ближайшее время комфортный для жителей округа вариант постановления администрации о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно будет вынесен на рассмотрение администрации Ненецкого округа и рекомендован к принятию, после чего будут даны разъяснения гражданам по механизму использования размещения расходов по льготному проезду. Ольга Русул, Анастасия Саботович, Леонид Шишелов, Телеканал Север.